В Чечне в школьную программу включили учебник об Ахмате Кадырове, нам сегодня сообщают различные новостные издания, например, Лента.ру. Ой, реки, моря, я не знаю, что вы только там, его именем не назовете, что бы вы ни назвали, как только закончится вот эта ваша эпоха, как только поменяется режим, вот эти вот все названия, это все рухнет. Ассаляму алейкум, Томсо, мне интересно, брат, когда Кадыров говорит о своем героизме, он вспоминает, хоть чуть-чуть совесть мучает его, что он предал во время войны свой народ и своих соотечественников. Ну, по поводу того, что его мучает, что он об этом думает, вообще, и постоянно ему приходится возвращаться к этой теме, это вещи понятны, иначе бы ему не приходилось подтягивать этих хамбиилов и прочих, и пытаться доказать, что они не предатели. Но по этому поводу есть новость. В Чечне в школьную программу включили учебник об Ахмате Кадырове, нам сегодня сообщают различные новостные издания, например, Лента.ру. Пишут, что в школах Чеченской Республики начали изучать книгу о первом президенте региона Ахмате Хаджи Кадырове. Сообщается, что учебное пособие, названное «Путь, озаренный светом», вышло год назад, а изучать в школах ее начали с сентября 2021 года. Как рассказывает телеканал «Розный», в книге рассказывается о жизни и деятельности Кадырова на посту главы администрации Республики, его работа, политические взгляды и достижения. Важная часть книги посвящена истории того, как сбылась самая главная мечта Ахмата Хаджи Кадырова – оградить свой народ от бед и войн. Подчеркивает ЧКТРК. Книга включена в основную программу по изучению истории России в 9 и 11 классах. Отмечается, что инициатором создания книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. Мне кажется, можно было бы просто эту новость выдавать где-нибудь на сатирическом сайте, и этого было бы достаточно. Что я хочу сказать кадыровцам, да и вообще людям по этому поводу. Все время, пока мы были под советской оккупацией, нам жестко внушали, рассказывали о том, что Владимир Ильич Ленин – это отец революции, это отец всех народов, это чуть ли божество какое-то. Он даже до сих пор лежит в этом мазолее, реально этому человеку поклонялись как божеству. У нас называли улицы его именем, где-то целые города называли его именем. У нас в Чечне были памятники этому Ленину. В школах жестко промывали всем мозги по поводу Ленина. Но как только рухнул Советский Союз, у нас первым делом сразу все памятники снесли этому человеку. И спросите сейчас кого-нибудь, допустим, из тех же девятых, одиннадцатых классов, молодежь, спросите о том, кто такой Ленин. У них будут какие-то обобщенные данные об этом. Героям истории нашего народа, разумеется, он не остался. А есть другие примеры. Шейх Мансур, Байзангур, Абрек Зелимхан. Это люди, о которых нам вообще ничего не рассказывали, и нам запрещалось говорить про них, запрещалось о них рассказывать. Ни в каких школьных программах вы, кроме плохого, о них ничего хорошего вы не услышали. Однако эти люди, как только вот этот эвакуационный режим у нас рухнул, мы сразу назвали их именами площади, города, улицы. Эти люди по сегодняшний день в памяти нашего народа, они живут героями. Поэтому все то, что они сейчас делают, пытаются, как и в случае с Лениным, промыть мозги, прошить, вшить, так сказать, в умы нашей молодежи вот эту информацию, что Ахмад Кадыров, он типа герой. Это ведь все тщетно. Почему вы это не понимаете? Почему вы не анализируете просто историю? Назовите хоть одну личность истории, которую удалось героизировать вот таким образом, как вы это делаете. Чтобы в школьные программы включались какие-то книги про них, и после этого народ их начинал чествовать. Я говорю про тех людей, которые таковыми не являются, героями не являются. Народ-то знает своих героев, и народ знает своих предателей. Вы ведь не сможете внушить это людям, вы не сможете им внушить, что этот человек является герой. Пока есть люди, говорящие правду этой же молодежи, пока есть альтернативная информация, правда, которую они могут услышать, что Ахмад Кадыров является предателем, что он не смог пройти начатый им же путь, что он сначала призывал на джихад против России, женщин и всех подряд, да, женщин призывал выходить на этот джихад, не спрашивая у своих мужей. Был очень такой категоричный в этом вопросе. Дагестанцев призывал выходить, говорил, что они обязаны вместе с чеченцами сегодня сражаться против России, называл их россиян, вообще оскорблял их прямым текстом. Затем перешел на их сторону и стал уже в рядах их политической силы, стал бороться против нашего народа, против нашего государства. И это, пока есть такие люди, кто будут это рассказывать, вот этой молодежи, 9-11 класс, вы не сможете их прошить, вы не сможете внушить им, что этот человек герой. Все улицы, скверы, парки, бюсты, аэропорты, реки, моря, я не знаю, что вы только там, его именем не назовете, что бы вы ни назвали, как только закончится вот эта ваша эпоха, как только поменяется режим в России, уйдет Путин, уйдет вот этот путинский режим, вы, соответственно, уйдете. Как только у нашего народа появится очередная возможность установить на нашей земле наше собственное государство, вот эти вот все названия, это все рухнет. Причем, если в случае с Лениным у нас как-то, ну, наверное, более лояльное было отношение к Ленину, более равнодушное, так скажем, потому что непосредственные какой-то, допустим, к нашей высылке отношения он не имел, он уже тогда был мертв, поэтому мы, наверное, как-то и не сильно заморачивались по поводу Ленина, какой-то вот отдельной ненависти к нему, как к Сталину мы, наверное, не испытывали. Но к Кадырову-старшему-то мы испытываем, к нему-то у нас есть именно презрение, гораздо большее презрение, чем к тому же Сталину, так как Сталин, это враг хотя бы, его как врага можно воспринимать, там уважать, вести с ним какие-то переговоры, войну в конце и до концов. С предателями так не поступают, к ним есть только презрение, с предателями с ними даже не враждуют. У чеченцев ведь есть такое высказывание, поговорка, что нужно родственные отношения, то есть поддерживать, дружить нужно с достойными, и враждовать тоже нужно с достойными. Поэтому с вами даже не враждуют. И вот как только этот ваш режим рухнет, все вот эти названия, все, что вы оставили там, это свое наследие, это все просто в один миг оттуда исчезнет. И максимум какие-нибудь там ваши родственники, может быть, будут вас вспоминать добрым словом, хотя вряд ли, скорее всего, и они тоже будут стыдиться того, что они ваши родственники. Такова на самом деле ваша участь, и это не предсказание от меня, а это анализ истории. Так было всегда, и вас ожидает то же самое. Поэтому бесполезно. Зря вы стараетесь. Лучше бы вы вместо вот этой вот пропаганды, навязывания культа личности, лучше бы вы поменяли бы свое отношение к людям, к народам. Просто перестали бы его терроризировать. Отпустили бы немножко вот эти вот затянутые вами ложи. Дали бы людям работать спокойно, заниматься бизнесом, спокойно исповедовать там любые свои религиозные взгляды. Не преследуйте их за это. Не следите за тем, чем они занимаются там в своих спальнях, о чем они говорят в своих кухнях. Перестаньте вот этот террор над народом, оставьте его. Перестаньте людей мучить и наказывать за то, наказывать сверх того, что положено по вашему закону российскому, за то, что они там не пристегнули ремни, проехали на красный свет или еще что-то там сделали. Перестаньте мучить людей вот этими твоими бесконечными кортежами, перекрываниями дорог, когда люди вынуждены стоять в пробках часами просто из-за того, что едет Кадыров, едут его дети, его жены, куда-то они там передвигаются, из-за этого перекрываются целые улицы, разделяются города на две части, ни скорая помощь, ни пожарная машина никуда не проедет, человек куда-то спешит, не может попасть в пункт назначения. Вот эти вот вещи лучше пересмотрите. А культ личности, он все равно вас не пройдет. Просто если бы вы хотя бы к народу относились бы нормально, к вам, может быть, было бы более такое терпимое отношение, именно терпимое. Вас бы все равно не любили, вы все равно не перестали бы быть предателями, но к вам терпимее бы относились с точки зрения, что ну хотя бы можно жить, хотя бы мы можем сегодня существовать на этой земле. И вот с этой точки зрения к вам было бы какое-то терпимое отношение. Добейтесь хотя бы этого, оставьте попытки, тщетные попытки навязать нам культ Ахмата Кадырова. Субтитры создавал DimaTorzok